Достигнута новая ступень эволюции. Мимик. Душой желал стать человеком, однако я неизбежно останусь монстром навсегда. Мимик. Нежить, подражающая людям и нападающая на них же. Говорят, что людям, которым удалось увидеть сущность Мимика, не вернулись живыми. Мимик. Намного опаснее Вурдалака. Подражающий внешнему виду людей? О, мои характеристики. А ну-ка. Раз самимик. Уровень 20 из 50. Ранг Си. Навыки регенерация, перевоплощение. Параметры стали еще круче, чем раньше. Неудивительно, ведь я теперь стал монстром Си ранга. Они создают куда больше проблем. На таких монстров обычно собираются авантюристы Га, А и В ранга. Что это за новый навык? Перевоплощение. Может, с его помощью я смогу стать похожим на человека? Навык перевоплощение. Моя маска спадает? Это... Это я! Хриповатый голос, но говорить я уже могу. Если так пойдет, я смогу перевоплощаться в человека еще лучше. Но чем дольше я остаюсь в этой форме, тем быстрее я теряю силы. Сколько этот навык потребляет маны? Навык перевоплощения временно позволяет вам принять человеческий облик. Потребляет 1 единицу за 10 минут. Мой максимальный запас 26 единиц. Проще говоря, это 4 часа непримерного использования навыка. В городе я точно не смогу жить с таким лимитом. Тогда мне стоит поднять свой запас маны. Думаю, по мере эволюционирования очки маны тоже становятся больше. Цель ясна. Надо продолжать поднимать уровень и не унывать. Что за землетрясение? А? Чего? Прекратилось. И что теперь? Неужели перенаселение монстров? Ходят слухи, что в глубоко в подземелье сохранились останки огромного монстра. Пространство, созданное злой маной этого монстра, является подземельем. Аномальные явления, которые происходят в подземельях, не замечали авантюристы. Это и называется перенаселение монстров. Вот почему монстры ранга Си меняют свое привычное место обитания. Нет. Должно быть, это только начало. Раса Гаргулия. Уровень 20 из 52. Ранг Си. Как всегда, не вовремя! Черт! Он не сможет атаковать меня без меча и когтей. Выкуси! Из-за моего человеческого облика у меня совсем не осталось сил. Черт! Как же больно! Так и знал, что у вас у всех одинаковый стиль боя! Я уже побеждал такого, как ты! Получено 90 очков опыта! Повезло! После эволюции моя регенерация стала еще лучше! Однако в этот раз я справился с Гаргулией намного быстрее! Похоже, добывать уровни станет еще проще! Монстры, конечно, сильны, но безмозглые, в отличие от меня! Тем более, я наконец-то смогу погрузиться глубже в подземелье, ведь стал монстром Си-ранга и теперь устойчив к магической энергии! Чувствую, следующая эволюция будет совсем скоро! Теперь Гаргулии мне не соперники! Ёшкин кот, беру свои слова назад! Ушли? Только не оборачивайтесь! Монстры начали менять свое привычное место обитания, а их уровень сильно вырос! В этом подземелье, несомненно, что-то происходит! Получено 90 очков опыта! Уровень повышен с 20 по 21! А мимики действительно мощные монстры! Вурдалаком я бы так быстро не расправился бы с монстром! Хм, все-таки меня поцарапали? Регенерация! Высокие физические показатели! Когти, клыки, выносливость! Куча навыков! Да и тело куда прочнее человеческого! И следующая эволюция будет аж на 50 уровне! И возможно, я наконец-то смогу выйти отсюда! Но все же, кто же мог подумать, что я буду видеть монстров Си-ранга так часто! В этой местности обитали монстры максимум Д-ранга и ниже! А теперь, всему виной, перенаселение монстров! Это ведь началось еще задолго до появления Огра на территории низкоранговых монстров! Если так пойдет дальше, то монстры выберутся на поверхность! И будут терроризировать земли людей! Единственный способ остановить их, это победить главного монстра в подземелье! Сколько проблем! Неизвестно, сколько жертв будет, если перенаселенность монстров достигнет пика! А? Шаги? Это не монстры! Это люди! Нет сомнений! Причина появления Роя Гаргули на таком уровне является перенаселение монстров! Фрэнк Фрей, 22! Тсс! Если это и так, то нам надо вернуться! Гвида, 19-й уровень! А? О чем вы, Гвида? Мы должны одолеть босса до начала катастрофы! Шелли Шульц, 19-й уровень! Ох, я облип! Мне лучше как можно быстрее валить отсюда! Их уровень куда выше, чем у группы Кармея! Если сражусь с ними сейчас, точно умру! Вы не думаете, что идти на босса это безумие, только втроем! Численность может со временем выйти из-под контроля! Лучше возможности, чем сейчас, у нас не будет! А ты уверен, что мы справимся со здешними монстрами, если начался процесс перенаселения? Звучит слишком самоуверенно! Если перенаселенность все же началась, уровень и внешний вид монстров сильно изменился! Глупо идти на босса, не имея никакой информации! А что, если мы добудем ценный материал из босса и продадим их по высокой цене? Да ты безнадежен! Если это место станет пристанищем чудовищ, многие люди могут пострадать! Потери будут существенными! Это ударит не только по нашей экономике, но и может начаться безработица и голод! В такие моменты можно быть и безумцем, ведь авантюрист – это наш долг защищать людей! Вот почему мы должны предупредить об этом как можно раньше! Родной город Шелли был уничтожен из-за перенаселенности ближайшего подемелья, верно? А? Эта девушка такая же, как и я, хотя мне повезло куда больше! Ты прав, мы рискуем жизнями, но если уйдем сейчас, то мы будем рисковать жизнью куда большим количеством людей! Хе! А? Меня обнаружили! Мой навык – божий глаз охотника! Указал на те камни! Там кто-то есть! Если покажусь в таком виде, мне точно придется сражаться с ними! Выбора нет, придется использовать перевоплощение! По моей команде нападаем вместе! Три, два, один! Перевоплощение! П-подождите! Я тоже авантюрист! Человек? Боже, ты нас напугал! А зачем прятался? Я подумал, что вы местные бандиты! Сами знаете, как бывает в подемельях! Хм... По голосу он слишком нервничает! Это подозрительно, что он здесь делает совершенно один! Должен ли я стрелять в него? Весь в лохмотьях и излишняя осторожность! Ты непростой авантюрист! Я подумал, что если перевоплощить человека, они мне поверят, но... Все оказалось не так просто! Не использую я перевоплощение! Мне было бы кранты! Плохо дело! Если они продолжат меня допрашивать, я не смогу найти нужных ответов на их вопросы! Если так продолжится, они точно нападут на меня! Мне придется проявлять инициативу и бежать! Что же делать? В этом подземелье происходит перенаселенность монстров! Нельзя ходить так в подземелье в одиночку! Ты в порядке? А, ну... Эта девочка совершенно не боится меня? Шелли, отойди от него! Он может быть как раз разбойником! Не существует абсолютно плохих людей! Тем более, по взгляду я могу определить! Он хороший человек! Какая же ты наивная дура! Ты пошел в подземелье в одиночку? Без группы? Нет, нет же! Если ты один, мы можем помочь тебя вывезти отсюда! Не нужно! Постой! Гвидо, можешь опустить лук! Он убежал! Все ли с ним в порядке? Ты слишком доверчивая! Тебя любой сможет обдурить! Не говори так! Пусть он и выглядит странно! Я не хотела его судить лишь по внешнему виду! Может быть и так, но ты поступила слишком безрассудно! Он мог напасть на тебя! У меня много вопросов к этому парню! Ведь он может быть просто обычным преступником, что забежал из города сюда! Я думаю, он вовсе не плохой человек! Драки между людьми в подземелье – опасная вещь для обоих сторон! Даже если он преступник, не думаю, что он хотел вблизаться в драку! Гвидо пусть и осторожен, но ему не следовало сразу показывать противнику свои намерения! В этой ситуации никто из противоположных сторон не сделал первый шаг! Но благодаря твоей доброте, Шелли, этот паренек просто убежал! К тому же, она легко сняла напряжение, витающее в воздухе! Подозрительность и рассудительность – это важные качества любого амутериста! Но вера Шелли в людей – это что-то гораздо важнее! Так как этот парень все равно сбежал, что мы будем делать? Продолжать путь или отступим в город? Последнее слово за тобой, Гвида! Хм... Хоть я и поддерживаю твои идеалы! Не то, чтобы я думал о чувствах Шелли, но... Возможно, вы правы! Если так, хотите играть героев, флаг вам в руки! В критической ситуации мы в любом случае не сможем сбежать! Гвида! А ты, оказывается, еще тут добряк! В случае опасности я использую тебя как щит из мяса и убегу! Все будет в порядке! Ведь мы сильная команда, мы обязательно справимся! Мы приложим все силы для победы! Трагедия в подземелье... Я ни за что не повторю той катастрофы! Ох, я сбежал! Разве я не был чересчур подозрительным? Почему они за мной не погнались? Нельзя ходить одному в подземелье! Ты понимаешь? Прошло не так много времени, когда ко мне относились с таким беспокойством! Я умер больше недели назад, а потом перевоплотился в монстра! Моя команда бросила меня в глубине подземелья! Они говорили о боссе, который находится в самой глубине подземелья! Они правда собираются напасть на него? Хоть они и выглядят намного опытнее, чем группа Кармеи, но втроем они вряд ли смогут победить босса! Нет, я не должен волноваться, это не мои проблемы! В этот раз мне удалось сбежать, но... Если мы снова встретимся, мне придется сражаться! Они пришли в подземелье, будучи уверены в своих силах, в отличие от меня! Я доставлю им проблем! Тем более, в человеческой форме я чертовски слаб! Если я покажу им свой истинный облик, они точно нападут на меня! Такие моменты можно быть и безумцем! Мы ведь авантюристы! Наш долг — защищать людей! Наш долг — защищать людей!